МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здоровья нации, будущее развития нашей страны. Необходимо отметить, что за последнее время достигнуты определенные успехи. В этой сфере строятся крупные спортивные объекты. Россия провела целый ряд крупных соревнований, такие как Олимпийские игры. Несколько дней назад в преддверии проведения чемпионата мира по футболу закончился и успешно прошел с точки зрения организационных вопросов Кубок конфедерации в нашей стране. Однако за этой парадной стороной скрывается целый ряд серьезных проблем, без решения которых не может развиваться массовый спорт и спорт высших достижений. В первую очередь мы говорим о коммерциализации спорта. Несмотря на строительство крупных объектов, все меньше становятся возможности доступа населения к этим объектам, потому что во многом и развитие детского спорта зависит от толщины кошелька родителей. Только по последним данным, по опросам ЦИОМа, около 40% жителей нашей страны живут около черты бедности, экономят на еде и одежде. В этих условиях становится все меньше бесплатных секций. Уровень зарплат детских тренеров находится на очень низком уровне и фактически во многом держится еще на советских тренерах-энтузиастах, которых становится все меньше и меньше. С одной стороны, есть хорошие успехи в организации мероприятий, с другой стороны, мы все переживаем неудачу сборной России по футболу, и во многом она является системной. Это не проблема игроков, это не проблема тренеров, это проблема подготовки спортсменов. Если посмотреть на успех германской сборной на этом турнире, то необходимо отметить, что там за многие десятилетия создана система подготовки. 27 тысяч футбольных клубов, 2 миллиона детей, которые занимаются футболом, в то же время в Российской Федерации государственные корпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги, в первую очередь, не в развитие инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете государственных корпораций тратить деньги на покупку иностранных легионеров. Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы, и тогда можете решить эту проблему. Мы считаем, что госсредства, фактически наши с вами средства, должны работать на развитие массового детского и юношеского спорта. КПРС со своей стороны делает все, чтобы этот спорт развивался. Десять лет назад по инициативе лидера нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова, Иван Ивановича Мельникова был создан спортивный клуб КПРФ, в рамках которого бесплатно занимаются более 10 тысяч детей по всей стране, десятки видов спорта, успехи по целому ряду направлений, в частности мини-футболы, серьезно заметны. Мы считаем, что за развитием массового спорта, бесплатного спорта, это вопросы будущего развития нашей страны. Еще один важный вопрос, который мы хотели бы сегодня поднять, это вопрос развития туризма, в первую очередь внутреннего туризма. После девальвации рубля фактически перекрытие турпотока на территории Египта и Турции стал развиваться внутренний туризм, правительство предпринимает определенные меры по развитию внутреннего туризма, и мы радуемся, когда к нам приезжают иностранцы, когда граждане нашей страны посещают наиболее яркие туристические, исторические места нашей Родины, но, с другой стороны, правительство опять пытается переложить в условиях социально-экономического кризиса бремя платежей на население. Это касается инициативы по ведению так называемого курортного сбора, который может серьезно обременить возможность отдыха простых семей. С другой стороны, очень ярко сейчас стоит проблема, касающаяся Крыма, а это особые территории, внимание к которым мы должны уделять каждодневно. Это вопросы запрета автокемпингов, которые десятилетиями развиваются на территории Крыма. Сейчас в связи с действующим российским законодательством, фактически в природоохранной, водоохранной зоне эти кемпинги запрещаются, а это фактически отдых десятков тысяч людей. В простых работях, людей, которые не имеют высоких доходов, они не могут позволить тратить по 4-5 тысяч рублей на аренду гостиницы. Фактически мы большей части населения перекрываем такие возможности. Позиция нашей фракции, мы должны максимально сделать все, чтобы не допустить того колоссального социального расслоения, которое растет в нашей стране. Мы должны принять меры по борьбе с бедностью. И сословного распределения, богатые могут заниматься спортом, а бедные не могут, мы не должны допустить. К сожалению, правительство и в первую очередь финансо-экономический блок не делают ничего для преодоления этих пагубных вещей. Поэтому мы будем жестко требовать реализации той программы «10 шагов достойной жизни», которую предложила наша фракция КПРФ в Государственной Думе. Сегодня мы в очередной раз вносим изменения в бюджетный кодекс Российской Федерации, в налоговый кодекс Российской Федерации. Но хочу вам сказать, уважаемые товарищи, что эти изменения не системные. Они продолжают ту линию правительства, которая сегодня завела нашу экономику в тупик. Хочу сказать, что первое, о чем идет речь, это акцизы. Значит, индексация акцизов. Правительство предлагает 4%. Значит, это первое. Второе, это увеличение НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. Налоговый маневр, против которого наша фракция жестко выступала, всегда и выступает, он продолжается. Это 428 рублей увеличением налог на тонну нефти и 280 рублей увеличение на тысячу кубов газа. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в более выгодных условиях будут те, кто вывозит нефть за рубеж. А внутренние потребители опять получат рост цен. Хотя правительство говорит, что роста цен не будет, но это как всегда. Эти слова мы слышим. К сожалению, их благими намерениями выслана дорога в ад. Другое изменение. Это бюджетный кодекс Российской Федерации. Там посерьезнее будет. Значит, речь идет о наших фондах. Фонд национального благосостояния и резервный фонд. Если посмотреть на 1 июня этого года, то от резервного фонда, который был в 2015 году 3,7 триллионов рублей, осталось 932 миллиарда. В этом году мы резервный фонд доедаем. Поэтому правительство сегодня предлагает вернуться снова к бюджетному правилу. Что это значит? Это значит, что 40 долларов за баррель, та планка, после которой правительство предлагает увеличение цены на нефть, все эти деньги направить в резервный фонд. Но хорошо направлять деньги в резервный фонд, когда нефть стоила 100 долларов за баррель, согласитесь. А когда она будет стоить 40 долларов, мы как будем обеспечивать наши текущие расходы? Мы чем будем платить заработную плату? Мы как будем исполнять свои обязательства перед населением нашей страны? Резервный фонд, конечно, хорошо. Однако мы предлагали другие пути. Мы предлагали деньги, которые находились в резервных фондах и лежали на всякий случай. Значит, мы предлагали их использовать на строительство собственных предприятий, на развитие собственного производства, агропромышленного комплекса, а следовательно увеличение налогооблагаемой базы. Тогда это бы не было разовым вот таким вот ударом по кризису. Мы бы системно с ними боролись. В противном случае получается все наоборот. Еще один вопрос. Фонд национального благосостояния. Сегодня вообще идет практически речь о слиянии средств этих двух фондов. Да едим резервный, правительство говорит, давайте мы будем использовать и фонд национального благосостояния. Но ведь он-то создавался для чего? Для того, чтобы мы могли обеспечить безбедную старость нашим пенсионерам, которых все больше, а денег в пенсионном фонде все меньше. Вот для чего создавался ФНБ. А теперь правительство нам говорит, уже продавили они 200 миллиардов рублей нам дайте на разные форс-мажорные обстоятельства. Значит, и сейчас, если 663 миллиарда еще использовать будем из фонда национального благосостояния, то свободных средств в этом фонде около 2 триллионов рублей останется. Вы понимаете, какими темпами мы съедаем все наши ресурсы? Вот это правило сегодня мы будем обсуждать в Государственной Думе. Фракция КПРФ такой подход не приемлет. Мы считаем, что средства, которые сегодня зарабатываем, в том числе и на нефть, нужно вкладывать в собственное производство. Это во-первых. А во-вторых, у нас есть и другие способы пополнения бюджета, которые мы предлагаем уже не первый раз. Например, прогрессивный подоходный налог, например, монополия на виноводочную продукцию, например, национализация наших сырьевых ресурсов. Если эти средства все будут использованы, значит, тогда нам не надо по копейке собирать, где бы нам взять какой фонд национального благосостояния или резервный фонд, который бы помог нам вытащить страну из кризиса. Мы сегодня поддержим обращение к Государственной Думе, к президенту Российской Федерации в связи с тем, чтобы водителям из Киргизии предоставить право пользоваться теми удостоверениями, которые выдавались в Республике Киргизстан. Мы считаем в фракции КПРФ, что это нужно делать, потому что Киргизия, как и Белоруссия, это две республики, два государства сейчас, которые государственным языком у себя в Конституции ввели русский язык. Исходя из этого, мы понимаем, что их возможностей у водителей гораздо больше, и, конечно, это дело будет поощрять и поддерживать. Во-вторых, мы сегодня проголосуем за постановление Государственной Думы по счетной палате, по отчету счетной палаты. Мы считаем, что повышение роли в контрольных делах счетной палаты в вопросах бюджета, налогов, политики, это очень важно. И как раз это постановление направляет усилия на то, чтобы обеспечить должный контроль, парламентский контроль стороны Государственной Думы за бюджетную и налоговую и таможенную политику. Ну и, честно говоря, надо сказать, что сейчас повестка Дня Государственной Думы, она очень такая загруженная, потому что готовится бюджет следующего и последующих 1920-х годов. И надо привести в соответствие бюджетные законы и налоговые законы. Поэтому фракция сейчас усиленно работает над тем, чтобы внести свои поправки в бюджетный кодекс, во все, собственно, остальные законы, связанные с таможней и налогами. И, конечно, над этим мы сегодня как раз и будем работать, в том числе на пленарном заседании. Редактор субтитров А.Семкин